Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, все, все, все здравствуйте. Сейчас я пью капучинку и у кого что есть, берите свои стаканчики, бокальчики, чашечки, пейте и не спешите. Ну а кто спешит, может сразу выключить видео, потому что оно будет, скажем так, не коротенько. Сейчас о покупочках. Я после четырех месяцев, скажем так, своей экспедиции, а точнее пахоты, бешеного темпа трудового, я своим супругом ходила за покупками. Вот. Ну какая же девушка не захочет после такой пахоты что-то себе приобрести. С помощью супруга, конечно, но и себя. В общем, пошли мы в браккард. Я сначала решила купить то, что у меня уже закончилось. Первое, что я купила, это подводку. Вот такая подводка, называется Disorder. Фирму не показываю, но так быстро, мельком, чтобы не говорили, что я рекламирую. Вот. Это Элитуаль. Очень приятная. Во-первых, даже... Это косметика немецкая. Сделана в Германии. Качество отменное. Даже в руках держать одно удовольствие, потому как, посмотрите, здесь цвет такой металлик коричневый. Открывается вот так вот. Тоненькая элегантная кисточка. Вот такая. Ничего не капает. Ничего не размазывается. И вот точно, какой цвет имеет сам тюбик, а вернее, вот эта вкруточка, вот точно такого цвета подводка. И мне это очень подходит. Я не люблю прямо вот черную подводку. Я люблю коричневатую. Всегда сложно найти, но можно. Вот я уже нанесла. И вы знаете, как бы вы ни стирали, она не стирается. Это эффект татуажа. Вот такой вот эффект. То есть нужно очень хорошо постараться. И то не сотрешь. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И то не сотрешь. И вообще вот так, и даже вот так. И все равно не стирается. Вот такая вот эта штука. Классная. Я всегда пользуюсь именно вот этой фирмой. И мне очень нравится. Это я не ради рекламы, потому что никто мне там не платит, как и никому не заплатит. Там такая сеть, знаете. А я ради того, чтобы поделиться действительно стоящей, качественной вещью. Дальше. Ну, я естественно ходила, бродила, вынюхивала. Ну, до запахов мы еще дойдем. Я вам скажу, какой я для себя новый аромат открыла. Еще дойдем. Так, дальше. Все знают, что только в другой упаковочке я брала тональники. Вот это тональник Дермоколь. Ну, я так вот быстренько тык-тык покажу вот так, чтобы не рекламировать. Прага. Производство Прага. Лучше Дермоколя я еще не знаю. У меня первое место по всем тональникам занял Дермоколь, но только не в такой упаковке, а в металлической. Но в металлической упаковке в этом году такая цена была предъявлена, что у меня просто потихонечку так волосы дыбом стали. Я решила, что я в металлике брать не буду, а попробую вот эту. Эту я еще не пользовалась, не знаю, ничего сказать не могу. Когда идет очередь, я вскрою и обязательно продемонстрирую. Сейчас нет. Сейчас я допользую ту предыдущую, свою металлическую. А потом перейду на вот эту Дермоколь Прага. Мне нравится это с киностудии Варанов. Я не знаю, как насчет вот этой пластиковой упаковки, но я четко знаю, что в металлической упаковке это действительно классический такой вариант качественной косметики. Дальше, дальше мне понабрасывали все эти там пробники. Это подарки, подарки, подарки. Объясню почему. Так, это подарок Бёрбери, мистер Бёрбери для моего мужа, чтобы он попробовал пробнички. Вот такой вот пробничек. Запах мне нравится, очень даже. Вот. Я ему уже нанесла на носовой платочек и на лацкан пиджака. Так. Вот это вот женский аромат. Называется аромат от фирмы Босс Мави. Хлюга Босс, да? Мави. Вот такой вот. Тоже это подарок. Сейчас я напомню себе. Очень нежный. Очень нежный запах. Вот. Что он мне напоминает? Значит, вы увидите его вот в таком варианте пакета. Вот в таком варианте. Я видела его там. Вот. Я прикрою так пыльно, чтобы это не было как бы рекламой. Может быть, вот так поставлю. Да. Вот так вот поставлю. Значит, смотрите. Я сейчас буду вынюхивать и я вам скажу, что это такое. Во-первых, это красивый женский аромат. Он такой цветочный. Цветочный бренд. Ну, Хлюга Босс умеет делать духи. Вообще, это парфюм 2014 года. Вот. И такие же у него флакончики, как и предшественники, только розоватые. Для сильных таких, я бы сказала, независимых и очень-очень современных женщин, которые находят возможность насладиться редкими мгновениями жизни. Например, запах цветка или прикосновением теплых лучей солнца, кожи, или полетом бабочки, или прибоем морским. В общем, современность отражает экзотические аккорды цветущего кактуса. Что еще? Игристая фрезия, жасмин и, конечно же, бутоны розы. Ну, в чем независимость? А в базе парфюма там хвойные ноты, кедра на фоне мягких таких древесных аккордов. В общем, верхние ноты – это цветок кактуса, ноты сердца, то есть потом, позже немножечко раскрывается фрезия, жасмин и роза. Когда вы через час-два, вы чувствуете прямо розу. В конце, уже через часов десять, вы ощущаете кедр и древесные аккорды. Вот такой вот аромат. Да, стоит сказать, что это цветочная группа, да, и выпуск Великобритания. Там написано UK. Я посмотрела, вот здесь вот. Это Великобритания производит. Вот. Так что... Вот такие вот древесные ноты кедра, ноты базы. Ну, вот и все, дорогие мои. Это что касается вот этого ароматика. Дальше пошли. Дальше. Ну, этот я не буду описывать, это мужской. Будет у меня видео, посвященное мужским ароматам. Я обязательно расскажу. А, дальше я бегала про аромат. Про аромат, потом крема. Бегала, бегала я. Вынюхивала. Ну, как, наверное, и все девочки. Вынюхивала, вынюхивала. Вынюхивала, вынюхивала. Ну, чтобы открыть для себя новое, новое, что-то новое. Вы знаете, я открыла для себя. Вот этот аромат. И следующая покупка у меня, может быть, будет именно вот эта. Вот это, вот уже прошло два дня. Запах до сих пор просто умопомрачающий. Вот это то, что я теперь сто процентов, наверное, куплю. А это скандал. Я взяла вот сейчас, чтобы показать вам из интернета. Нашла этот флакончик. Вот он. Эти потрясающие ножки, блестящие в серебре. Ну, конечно, не настоящее серебро, но серебряный цвет. Нежно-розовая водичка. Вот в таком вот флакончике вы увидите. Вот этот вот скандал. Скандал, представленный Жан-Польом Гольтьер. Вообще, год представления вот этого парфюма, это 2017. Парфюмер-мужчина Карлос Биням. Вот почему-то у меня все-таки мужчины-парфюмеры, вот я уже заметила, мне больше нравится, когда они создают ароматы. Ой, я вот сейчас вынюхиваю, и вы знаете, до сих пор просто растворяюсь. Первые ноты были красные апельсины, мандарин. Потом ноты сердца пошли. Мед, гордения, жасмин и персик. И ноты шлейфа. Это почули, пчелиный воск, карамель, лакричник. Семейство ароматов восточные, гурманские. Группа ароматов это дневной, вечерний, романтический. И страна-производитель это Испания. Вы знаете, до сих пор вот этот запах персика, жасмина, лакричника, карамель, все-таки вот держится, настолько держится. Я люблю сладкие запахи. И вот это вот один из моих ароматов. Так, ну а следующие покупочки это Versace черный кристалл. Я сейчас вам покажу. Я уже показывала в аутфите. Я не буду показывать фирму, чтобы там не говорили, что я рекламирую или еще что-то. В общем, вот этот черный кристалл 90 мл, который мне был куплен моим супругом. Ну, в общем, скажем так, вместе-то работаем. Вы знаете, запах просто необыкновенный. Запах потрясающий. Это у меня была мини-версия такая. У меня никогда не было 90 мл Versace черный кристалл. У меня была маленькая версия. Потом я еще раз купила себе маленькую версию. У меня муж это заметил. И решил вот мне приобрести сразу два и черный кристалл, и вот такой вот розовый кристалл. Кроме того, я же еще и... Сейчас запах. Более нежный. Вот. Вот таких сразу два кристалла у меня появилось. Коробки я уберу в сторону, чтобы они не мешали. Вот так. Все. В общем, дорогие мои, я сейчас буду рассказывать не об этом, а вот об этом. О черном кристалле, поскольку я его очень хорошо знаю. Вот этот вот я еще, честно говоря, не пользовала. Не знаю. Не прочувствовала. На первый взгляд он мне на первое ощущение понравился. Я говорю, ну давай, пусть будет у меня разнообразие. Он сам предложил муж, я говорю, давай. И вообще очень красиво на столике, когда стоит вот такая вот на парфюмерном. Вот такая прелесть необыкновенная. Два вот таких кристалла. Это нечто. Когда падают сюда лучи солнца, это вообще такой перелив необыкновенный. По-моему, и сейчас видно. Начинает этот светиться, и этот светиться. И это такая красота. Просто не в сказке сказать, не пером, а писать. Ну, сразу вас познакомлю с парфюмером Антонио Ли. Вот он. Вот это парфюмер. Как я уже и говорила, мне нравятся парфюмеры мужчины. Они замечают то, что мы не можем заметить. Когда парфюмер мужчина делает женский аромат, то это 100% в точку. Всегда в точку причем. Я не знаю, чем это можно объяснить. Вот я его нашла. И посмотрите, какие он делал. Его зовут Антонио Ли. Смотрите, какие у него ароматы. Я буду... Вот в Нью-Йорке он делал ароматы. Эббот в Нью-Йорк-Сити. Еще что он делал? Блад Концепт. Еще Берд Бри, тоже Брид Голд. Это его работа в 2005 году. В 2010-м кофейно, ну, мужской аромат. Джи Чарути тоже. Он там был нанят на работу, скажем так. Так, Дафни, что еще из знакомого? Вандер Вуд. Еще, ну, для меня, например, вот это Cool Water Ocean Extreme Давидов. Очень хороший аромат мужской. У мужа был такой, поэтому я знаю. Ну, Элизабет Арден, мы знаем все Арден Бьюти, да? Что тут говорить, женский. И в 2002-м году еще который был представлен. Вот это его произведение искусств. Дальше вот это вот его все произведения. И еще на Фаберлик также он работал. То есть, не только Джорджо Армани. Приглашали его. Создавал в 2004-м году он мужской аромат. Так и называется Армани Кот. Помните? Вот это он. Потом Гесс. Его приглашали. Гесс Найт. Он делал мужской аромат. Гесс Найт Аксесс. Потом Дюб. Его приглашали. Делал он в 2016-м году. Вот этот вот аромат. Дальше. Кинзо. Его приглашали. Он делал в 2014-м году. И женский, и мужской аромат. Это его выпуск 2014-го года. Это он парфюмер. Также Кинзо в 2002-м и в 2015-м. Это он парфюмер. И ВОК. Унисекс в 2014-м году он создал. Унисекс в 2017-м году. Женский в 2010-м Монтана. Морган. Свит Парадайз. Сладкий рай. Это он делал. Изумительный запах, кстати. 2006-го года. Вот. Ну и многие другие. Вот. Как вы видите, его с огромным удовольствием приветствуют во многих знаменитых домах. Вот, например, Ральф Лорен. Сальвадор Дали. Вот. Валентина. 2002-й год. Версачи. Вот он. И дошли мы, наконец-таки, до нашего Версачи. Вот этот вот черный кристалл, который был создан аж в 2004-м году. Сразу вам скажу. Ну, я должна сказать именно о черном, поскольку я его хорошо знаю. Во-первых, как вы уже понимаете, это 2004-й год. Тогда это был просто бум. Это просто таких запахов не было. До этого были клема, там еще какие-то, палома Пикассо и прочие, которые от них, ну, честно говоря, от клема меня аж тошнила. Мне не нравился этот запах. Это не мой был запах. И многие другие, просто они мне не нравились. Анаис мне не нравился. Кому-то нравился, мне нет. А в 2004-м году вдруг вот этот вот бум представляет Италия. Сразу классификация идет, элитная. Вот проходишь, а за тобой такой шлейф. Имбирь, кардамон и перец. Гордения, кокос, пион остается, я не знаю, уже стираем блузку, но гордения, кокос и пион с цветком апельсина остается навсегда. Проходит 3-4 стирки, но все равно вот этот запах остается очень шлейфный. Тоже восточные, цветочные, типа аромата. Вот начальные ноты. Имбирь, кардамон и перец. Нота сердца, гордения, кокос, пион. Цветок апельсина. Ну и конечная нота, это амбра, мускус, сандаловое дерево. Но вы чувствуете именно апельсин, смешанный с амброй, с гордений, немножечко сандала, слегка. Это, конечно, нечто потрясающее. Это нужно именно прочувствовать. Это так не передашь. Для меня, я не знаю, как для кого, для меня это роскошный женский аромат. Подчеркивает все основные достоинства женщины. И придает такой образ загадочности, элитности. Чувствуешь себя уверенной в любой ситуации. Именно сложная композиция. Это не компотик. Это не малиновая водичка. Это не банановые сладкие дынные запахи. Нет. Нет. Это не детский сад и не тинейджерские вот эти вот варианты кислотные. Нет. Именно своей сложной композиции вот этот запах, черный кристалл, способен очаровать вот любого мужчину. Все спрашивают, когда ты проходишь, а что это? А что это? Вот как был у меня, закончился, кстати, аромат Монако, Арабские Эмираты. Всегда, когда я наносила этот аромат, всегда мой муж говорил, ой, а что это? Я говорю, слушай, да я же все время, ой, а что это? Вот сейчас, кстати, я не могу найти, чтобы купить. Видите, я прихожу в тот же самый магазин, но там этого аромата, к сожалению, нет. Так вот, после кристалла черного, Монако у меня на втором месте. На первом месте вот этот черный кристалл. Несмотря на то, что в аромате присутствуют вот эти сладковатые восточные нотки, цветочные оттенки делают его таким благородным. Один раз, воспользовавшись туалетной водой Версачи, мне кажется, что вы не захотите с ней расставаться. Вдохновляет, именно вдохновляет. Такой чувственный, соблазнительный, рискованный, я бы сказала, изысканный запах. Вот такая композиция, пикантность, шарм. Вот это то, именно то слово, вот делает соблазнительным, сексапильным, вот просто сексапильный вот такой вот аромат, бесподобный аромат. Чего не скажешь о розовом кристалле. Розовый кристалл, вот этот вот яркий кристалл, называется вообще на самом деле, его совсем по-другому здесь автор нам показывает. И это уже сразу видно не предыдущий парфюмер, а совершенно другой человек. Поэтому это уходит сюда, а это остаётся тут. Вообще, Джани Версачи, он всегда мог подбирать людей, в том числе и парфюмеров. Но о Джани Версачи мы будем говорить отдельно, потому что это отдельная история. А этот аромат создавал не Джани Версачи, но назван он в честь Версачи. Вот на этом я хотела бы закончить. Я люблю вас, будьте благословенны. Дай Бог вам здоровья, красоты, волшебных ароматов. И дай Бог вам уметь принимать, радоваться и разделять радость с другими. И всё то, что даёт Господь вам. Будьте благословены. Пока-пока. Будьте благословены.